Одноэтажный, доктор Живаго. В этом доме, в Пастернак, прототип доктора Авдеева. Это дом купцов Чукашовых 19 века. После революции здесь жил земский врач Дмитрий Авдеев, который стал прототипом героя романа Бориса Пастернака. Здесь планируют открыть музей доктора Живаго. Дом станет одним из 18 зданий, которые отреставрируют на средства банка БРИКС. В 19-м году было подписано соглашение между Российской Федерацией и банком БРИКС о финансировании работ по восстановлению объектов культурного наследия в исторических поселениях, в малых городах. Ошибочное мнение, что Чистополь получит большие деньги и будет расходовать. Эти деньги получает Министерство культуры Российской Федерации. Они заказчики. Проектирование ведут проектные организации из Санкт-Петербурга. И они уже проектные. В феврале месяце срок завершения проектной формы. Коллегии комитета по охране объектов культурного наследия проходят в Чистополе не случайно. Это город со статусом исторического поселения федерального значения. Здесь больше 200 исторических памятников, но многие в плачевном состоянии. То, что не попало в программу БРИКС, хотят восстановить за счет частных инвесторов. Этот дом на Толстого сегодня называют успешным примером, пока единственным в городе. В декабре 2022-го его выкупил бизнесмен, у которого уже был магазин на первом этаже. За это время он успел укрепить фундамент, поменять кровлю, провести противоаварийные работы. Есть опасения, что на некоторые строения мы не сможем найти инвесторов. Четыре дома уже уставлялись на торги по 3-5 раз, но желающих привезти нет. Стоимость проектных и сложность поставительных работ отмагивает инвесторов. Та же проблема и в Елабуге. Втором из двух исторических поселений федерального значения в республике. Даже продавать постройки за символический 1 рубль недостаточно. Предложили освободить инвесторов от налогов, а сэкономленные деньги обязать использовать на сохранение зданий. В Елабуге за год многое сделали по национальным проектам. Специальные деньги бюджетно на содержание старинных зданий не предусмотрены. Вниманием нужно в разы больше, чем новым строением. Решением могла бы стать разработка программ как минимум регионального уровня, монетизирующих статус исторических поселений через повышающий коэффициент при расчете выделяемых регионным субсидий на содержание капитального ремонта территорий и зданий, многоквартирных домов, объектов культурного наследия. Главные достижения года обсерватории и КФУ попали в список ЮНЕСКО. Завершилась реставрация училища Фешина и Спасской башни Кремля. Идет обновление мечети Морджани и других. Отдельное направление – деревянное зодчество. Так удалось восстановить церковь в селе Архангельские Кляре в Камском усте и мечеть в селе Большая Елга в Рыбной Слободе. Все по старинным технологиям. Отратно видеть возрождение традиционных навыков деревянного ремесла у нас в республике. Расчет – число аттестованных специалистов по этим направлениям. Их навыки настолько специфичны и уникальны, что каждый мастер максимально востребован сегодня. Накопленный опыт и возможность практичного освоения ремесла всерьез заставляют сегодня задуматься о создании в республике образовательной площадки. В год научно-технологического развития эта тема особенно актуальна. К мероприятиям БРИКС в Казани в этом году отреставрируют фасады десятков зданий в центре. Продолжат и обновление религиозных объектов. Это мечеть в селе Айбаш, с которой в ноябре прошлого года упал минорет. Закабанные мечети другие. Деревянная Троицкая церковь в Верхнем Багряше и храм Павшим Воинам в акватории Казанки. Святейший Патриарх принял решение о выделении на сегодняшний день 150 миллионов. Почему я приехал в Татарстан? Потому что ни для кого не секрет, что Татарстан является одним из передовых регионов, в котором можно внедрять все самые смелые, масштабные проекты. Смысл любого культурного наследия быть местом притяжения, говорит вице-премьер Лейла Фазлеева. За прошедший год Чистополь абсолютно точно просел в количестве турпотока. И если Елабуга может похвалиться ростом, спасибо большое вам, коллеги, за формат работы, который вы предлагаете туристам, и тот самый рост, который виден, и о котором говорят, и когда произносят Татарстан сегодня точно знают о Елабуге, это работа муниципалитета. Вопрос по Чистополю вице-премьер поручила рассмотреть отдельно. Также она отметила, для сохранения исторических объектов сегодня нужны экономические механизмы, чтобы это было выгодно и инвесторам. По этой теме она предложила создать экспертный совет. Лина Зинатольевна, Алиса Ансаитова, ТНВ, Чистополь. Продолжение следует...